Участниками кинотаврика становятся талантливые дети со всей России. Они приехали еще вчера, а сегодня в «Жемчужине» продолжалась аккредитация участников. Многие родители привозят в Сочи совсем маленьких. Вике 4 года, она же в прошлом году была второй принцессой фестиваля. В этот раз собирается завоевать главную корону кинотаврика. Я люблю на сцене танцевать. Она сама просит. У нас был дебют в прошлом году. И вот на самом деле очень многие родители говорят о том, что мы мучаем детей, возя по кинофестивалям и так далее. Нет, вот в прошлом году она, выйдя на сцену, заплакала и сказала, мама, я больше со сцены никогда никуда не уйду. Вот так зарождаются будущие театральные звезды. А в этот раз на кинотаврике все подчинено году кино. Два года гостем и участником фестиваля искусств был Данил Плужников. И теперь ни одно мероприятие в городе не обходится без его участия. На мой взгляд, фестиваль кинотаврика – это как раз та платформа, которая дает старт всем ребятам, которые… Это определенный хороший, мощный опыт. Они здесь становятся крепче, они здесь пробуют себя. Ну, не знаю, на такой большой сцене. Во-первых, театр «Зимний» – это одна из лучших площадок города Сочи. Красивая, театральная. Сочинская сцена «Зимнего» сегодня встречала детей из Бурятии. Они привезли танцевальный номер под названием «Родная Бурятия», где переплелись мотивы русского народного танца с бурятским. Сначала мы ехали на поезде до Иркутска, потом на самолете до Москвы. И с Москвы уже опять-таки на самолете мы прилетели в Сочи. Ну, конечно, впечатление прям… Ну, мне нравится этот город, потому что тут очень тепло, красиво, уютно. Фестиваль пройдет в течение пяти дней. Состоятся конкурсы в номинациях «Вокал», «Хореография», «Мода», «Театр», «Сценическое искусство», «Дебют» и «Оригинальный жанр». А пока репетиции перед конкурсными выступлениями. Гелена Овсицына, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».